Всем привет! Сегодня у нас такая вот небольшая горка посылок. Давайте распакуем и посмотрим, что в них. То есть маленькие, тут большие, разные у нас посылочки. Итак, распаковали посылки и давайте посмотрим сразу. Вот эти вот тряпочки, они уже у нас были неоднократно. Я их покупал, это уже не из GearBest, а раньше они продавались по копейкам из GearBest. А сейчас RoseGal, это магазин, я так понимаю, тоже GearBest, который дочернее, я так понимаю, предприятие GearBest. Очень похожие товары продают по акциям. Брал я эту тряпочку по 10 центов. Была акция распродажа в Телеграме, у нас в канале публиковалась об этом. Все, кто хотел, набрали. Я взял вот 4 штуки, 2,72 гривны, 70 копеек за довольно-таки неплохую тряпочку. Из тех, которые я раньше покупал, наверное, 3 уже испортились. То есть на кухне они там где-то до горячего дотронулся, оно подплавилось, где-то уже она запачкалась вся черная. Но я их тогда накупил. Вот еще запасные. То есть машине на кухне можно будет использовать. У меня там их, наверное, штук 10 еще есть. И их там не так жалко. За такую цену хорошая тряпочка неплохо впитывает воду. То есть можно вытирать. Конечно, хуже, чем на JD по доллару тряпочки продаются, ну полотенечко. Но для кухни вообще мне нравится. И в машину тоже можно использовать. Откладываем сразу. И штука у нас это подсветка для унитаза. Идет инструкция, да, то есть такая вот коробка красивая. Инструкция. Инструкция красочная. Маленькая, но красочная. На тонкой бумаге, но тем не менее. Как устанавливать. И сама вот эта вот штука. Вот датчик движения здесь есть. Вот так она выглядит. Эта штука гнется полностью. И питается она от 3А батареек. Вот этот светильник, он со временем начинает переливаться. Я вот выключил свет немножко. То есть он переливается светом, включается и горит разным цветом. Выключить его нельзя. Поэтому вот если света нет, он начинает включать и работает. Поэтому я думаю, что не на много, ненадолго хватит батареек. Ну вот как-то так. Как-то так выглядит. И переливается. Разобрался, в общем. Надо два режима получается. Сейчас давайте. Первый попробуем. Захожу. Но он должен на движение сработать. Вот сработал на движение. То есть когда синим горит, это режим, который с выключением. То есть он работает пока через 2 минуты он потухнет. То есть если движение не зафиксировано, то он работает, через 2 минуты тухнет и все. И пока новое движение не зафиксируется, он работать не будет. Ну и когда зафиксировалось движение, он опять загорается. И есть второй режим, который переключается. Вот тут этот режим мерцания. То есть который... Сейчас я только не понял, как еще переключить его кнопкой. Вот несколько раз клацаю, но они как-то странно переключаются режимы. Вот. Ну в любом случае, когда цветной, он переливаниями работает. Вот. Вот включился режим, то есть нажал кнопку, подержал. Включился режим. Теперь он будет переливаться разными цветами. И это будет постоянно. То есть он постоянно без отключения будет работать все время, вот так вот переливаясь цветами. Вот. Ну и стоит нам перевести обратно, он длинным нажатием в синий цвет. Все. То после этого, после этого, ну как бы в синем режиме, он работает с выключением по движению. Ну и естественно, датчик лучше настроить на двери, да. То есть вот, допустим, сейчас свет включу. Вот. То есть чтобы было видно датчик, да, там, ну вот так, допустим, установить его. И при приближении будет срабатывать. Работает нормально, как бы не супер, но нормально. Далее у нас идет вот такая вот коробочка. Пришла на вот таком пакете. Я уже начал записывать видео и распаковывать, и смотреть, что это такое. А потом реально понял, что я нифига не одупляюсь, что это такое. И пришлось написать другу, которому мы это купили, для того, чтобы он мне объяснил, что это мы ему купили. И потом, как бы, оказалось очень просто, это просто спиртометр. Вот такая вот таблица здесь есть. Все на английском языке. Вот. Алкоголь, метр, таблица. Вот. И давайте посмотрим детальнее. Давайте покажу на эту камеру, как это выглядит. Ну а хоть пишет. Давайте посмотрим на эту штуку. То есть здесь вот три вот таких вот колбы. Я не знаю, зачем они нужны. То есть, ну вот, можете посмотреть. Мало ли кому-то нужен спиртометр. Я так понимаю, ну я догадываюсь, зачем это нужно. Вот. Поэтому имя вдруг я называть не буду. Вот. Но вот так это выглядит. Три вот таких вот колбочки. И вот такая вот штука. Если он оправдывает ваши надежды, да, то есть вот это вот, что выглядит, вот то смело можете переходить по ссылке в описании. Покупал я ее на Алиэкспрессе. Вот в таком упакованно хорошо. Шла, правда, посылка долгая. И я думал, что ее там, может, на таможне задержали. Может, это запрещенная вещь. Нет, не запрещенная. Видите, прошло все отлично. Вот. Осталось у нас две посылки. Давайте посмотрим на вот эту. Это антенна. Антенна. У матери купили телевизор Xiaomi. Там плохо ловят антенны. Я решил попробовать. Я как бы наткнулся чисто случайно на эту антенну. И посмотрел видосы. Русскоговорящих видосов нету про нее. И типа HDTV антенна. Вот. Ну, давайте распакуем и посмотрим. Отдельно будет про нее видео. Где мы попробуем ее протестировать. Подключить к телевизору. И попробуем проверим, вообще работает она или нет у нас. Потому что русскоговорящих видео я не нашел. Может, плохо искал или не знаю. Ну, давайте пока посмотрим. Вот в коробке идет вот такая вот антенна. Вот здесь есть там три скотча. То есть, вот такой вот комплект. Вот. В рамках распаковки мы сейчас ее раскроем, посмотрим просто визуально, что она из себя представляет. И отдельных видео я запишу вообще работает она или не работает. Потому что, ну, реально я посмотрел несколько видосов на ютубе про нее. И, ну, там испанский видос, по-моему, был на испанском языке. Ну, в принципе, было понятно, что там рассказывают. И вот таких два скотча 3М двухсторонних. Да, то есть, чтобы можно было ее, я так понимаю, где-то прилепить. И вот здесь тоже скотч двухсторонний 3М. Идет кабель. Кабель длинный. И здесь идет такой вот двойной переходник. Там есть... Я когда покупал, там был выбор. Выбор, то есть, то ли просто антенна, то ли антенна вот с USB. USB, я так понимаю, это дополнительное питание наверх. И вот такой вот переходничок для того, чтобы, если у вас без накруточки антенна в телевизоре, вставить антенну, вот можно было... Ой, потерял вот такие вот. Давайте посмотрим. Вот. Ну, а как работает оно, посмотрим в следующем видео. Вот такая вот антенна. Вот. И идет инструкция. Инструкция на английском языке. Hand-Booch. Manual. А, то есть, тут и французский, немецкий, английский, итальянский, испанский есть. То есть, инструкцион есть. Ну, будет разбираться, что это, как, зачем и куда. Вот. Ну, и давайте отложим. И последнее посмотрим. Так. Последнее, что у меня это я как бы жду очень-очень. Сзади меня есть плакат Эйнштейна. И это из этой серии. Этот же продавец и... Нет, не этот продавец, другой продавец. Но я наткнулся. Плакат Эйнштейна я покупал на Banggood. И он там около доллара с чем-то он получился. А здесь, получается, на Алиэкспрессе все вот эти вот плакаты до доллара. Давайте мы на них посмотрим. Вот так они запакованы. Причем, Эйнштейн был весь пожмаканный. То есть, его вот такой вот там штуки не было. Как бы, его запихнули. И очень... Ну, там попытка какая-то была его укрепить. Но не особо она играла роль. И поэтому он пришел очень пожмаканный. Я его погладил. Но все равно мятины. И он, причем, он в два был сложен. Ну, так в два. И потом закручен. То есть, ну, вообще как-то подошли на Banggood. Неинтересно к этому. Здесь же на Алиэкспрессе все отлично. Вот такую штуку вставили и закрутили. Но я брал несколько. Я их покупал. Плакаты для себя и для своего друга. Ну, давайте нам по очереди на них посмотрим. Какие тут плакаты. Все они на такой бумаге желтой. И вот первый плакат. Жизнь как велосипед. Да? Life is like. Жизнь как ездить на велосипеде. To keep you. Для того, чтобы держать баланс, вам нужно держать... Вам нужно двигаться. Вот. Первый плакат вот такой вот. Дальше. Сразу тут отделился с фотоаппаратами плакат. Вот поближе. Ну, ссылки будут в описании. То есть, фотоаппаратики это для друга. Я покупал. Он любит. То есть, он художник. Занимается этим всеми. Ему с вот такими древними фотоаппаратами плакат. Давайте посмотрим дальше. Что еще здесь? То есть, здесь половина плакатов для меня. Половина для моего друга. Поэтому... Дальше. Давайте. Неудобно они скрутились. Но здесь они хоть целые. То есть, ну, если их распрямить, и можно пользоваться. Вот здесь электрогитары. Не знаю, видно. Нет электрогитары. Вот здесь. Так еще посмотрим. Вот такой плакат. Далее. Автоматы. Это тоже для друга. Вот. Автоматы. Далее. Вот такой вот самолет. Тоже для друга. Вот. Он этим тоже увлекается. Классные. Вообще классные плакаты сделаны. Очень прикольно. Классная бумага. Вот. Это для меня, да. То есть, понятно, куда это все. Все прилепится. Вот здесь, наверное, будет. Оп. Вот так. И... Или что-нибудь другое повесим. Биг Бен. И вот такая вот просто картина. Красивая картина. Я не знаю. Венеция, наверное. Здесь не подписано ничего. В углах ничего нету информации. Но это, скорее всего, Венеция. Потому что вода, дома растут прямо из воды. Поэтому вот как-то так. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До новых встреч. И удачных покупок. Пока. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»